и всем привет мои дорогие друзья и подписчики и зрители моего канала меня зовут александр я продолжаю играть в артов конкест на это снова снова тот самый артов конкест который я уже играю довольно таки давно сегодня 23 сентября и казалось бы обновление уже прошло давненько но я выпускаю серии с запозданием потому что надо было до выпустить все то что было снято до этого вот в целом что я могу рассказать ну во первых колизей работает и приносит мне доходы эти доходы потратить и что-нибудь нужно ведь я много чего нужного купил и осталось еще много чего ненужного купить но этого пол беды это я потом куплю что у нас здесь это просто адово во первых вторых уже да получается я бы был вот это вот котел истинно могу тебе создавать и я создал без оксана эти были легендарные эти безупречные в общем короче теперь могу котлы создавать и они дают магию что довольно таки себе неплохо и состряпал с первого же сразу же безупречный костюк котел истинный и добр раз неимоверно магия 166 я решил сразу же заменить у меня предмет давал быстрое заклинание плюс один левел это пол секунды увеличивают и знаете честно мне мало что он давал но здесь плюс 14 магии 4 лидерство а этот предмет давал плюс 5 магии и один выносливости на 5 вроде бы 5 не больше они вот 7 был да но как бы суть это дело не меняет в два раза больше магии это всегда круто вот так же подкачал кодекс малонока подкачал они не подкачал его не трогал потому что у меня не хватило камешков но к ним еще как-нибудь вернемся вот здесь у меня до 2 с половиной звезды так и осталось качаю качаю лидерство изрядно но это как бы все фигня предметы я тут кстати предметы часа не открываю а кстати давайте вот это используем я специально ждал чтобы вместе с вами все это дело открыть классно номер один топ все дела вот как его прекрасно знаете я хотел открыть клео и у меня это бы получилось как видите один сундук осталось и все дела но но добавили фенрира фенрир это необычный персонаж во первых он кстати да не обращать внимание на это лево право это кнопки это кнопки просто я решил их чтобы они всегда у меня отображать чтоб я знал на что нажать чтобы это все быстрее короче фенрира новый персонаж добавлены в патче 1 19 1.19 он не ведет за собой войска он ведет за собой волча стаю я хочу реально хочу его офигенный и поэтому мне открывать сундук собственно как я всегда говорил 40 сундуков и вам обязательно попадет кстати да есть сейчас короче как поделим появилась если в ты делишься своей новостью в фейсбуке чего бы нет у меня есть фейсбук надо будет зарегистрироваться то тебе дают дополнительный ресурс то есть допустим кого-то победил поделись и получи ресурсы у тебя новый герой поделись и получи ресурсы вот но как видите у меня нету поэтому как таковая ну не судьба ладно суть в чем фенрира я получил и это главное даже дальше открывать я его не буду хотя можно было бы открывать и ну как бы суть дела не в этом суть в том что мне клео обратно придется все по новой открывать ну ладно как говорится пол беды на не беда фенрир открытый навсегда чертов стихоплет в общем что фенрир о нифига себе аудите у меня такие перчатки даже есть круто давай тебе делаем лук ты у нас лучи ник же точно сжечь но давай тебе этот сет экипируем почему бы и нет полностью экипировался нет тебе надо вот это как право чтоб сеток и рвался да да что скорость атаки плюс 30 процентов что у нас здесь 6 2 здесь 5 2 конечно же сет давай экипируем безделушка безделушка конечно штука хорошая но как таковое одеть мне к сожалению нечего все легендарные шмотки это короче безделушки это все на лидерство и это тупо с одной стороны с другой стороны но что поделать мне лидерство есть of это нужно и очень крайне сильно так а кстати давай посмотрим его навыки способности стая это вызывает волков ok молот сила повышает урон жертву крови маги повышает восстановление здоровья толстая шкура здесь ничего не дает инстинкт звера зверя повышать скорость атаки волков и ужасных волков кстати ужасный волк это он сам а волки это кого он взывает командование увеличивают скорость атаки отлично инстинкт зверя это я смотрел укрепляет свою связь с волками это понятное дело но и здесь собственно он превращается суть в чем что это сейчас было я смотрел что ему нужно ему нужно атака для того чтобы базово таки волков уже звуков наносит 62 бонусного урона больше атака на больше урона маги что дает магия жажда крови так как волки они могут восстанавливать здоровье и чем больше бонус но чем больше магии тем больше восстанавливать здоровье то есть этот скилл сколько дополнительно дает урон настолько дополнительно на это восстановление здоровья есть смысл качать ноги так как она будет повышать все это дело лидерство что нам дает лидерство Если вкачать вот этот скилл, повышать скорость атаки волков, соответственно, командование увеличивает скорость атаки. И, конечно же, в этом есть смысл. Поэтому, с одной стороны, в этом нет смысла, а с другой стороны, магия вполне неплохая штука для него, точнее, для него и варков. Конечно, не менее важно это то, что лидерство. Теперь, благодаря тому, что у меня есть фенрир, а именно дополнительный герой, у меня есть возможность еще одного героя надеть на лидерство. Оденемся, посмотрим. Решил состряпать предмет, а именно божественный предмет. Ну, понятное дело, чтобы у него хоть один аксесс был более или менее адекватным. То есть, лидерство, магия, почему бы и нет. Хотя, конечно, можно состряпать и котел, магия лидерства. Хотя, можно состряпать и то, и другое, и, соответственно, будет 12, допустим, плюс 4, это будет 16, и 10 плюс 4, и плюс дополнительно даст выносливость. То есть, с одной стороны, в этом есть смысл даже. Почему бы нет скорость атаки, федла? Ну, конечно, лучше ему магию и атак повышать. Кстати, для этого самое лучшее подойдет предметы. Кстати, они у меня не изучены. Вот, то есть, я их не могу состряпать. Да, это предмет, который даст атаку, кстати, вот точно, я же могу показать. Для него самое идеальное, конечно, будет это вот такой предмет, который даст атаку по максимуму. И... Он у меня вообще есть. И, в общем, такой же предмет, только дающий по максимуму магию. Магию тоже вполне неплохо. Кстати, можно будет покопаться. Может, у кого-нибудь я заберу предмет какой-то, который будет данному персонажу маловажен, а ему сильно важен. Да, наверное. Так вот. Что-то дело в чем? Решил я изготовить, так как у меня алхимического мало, то я решил состряпать здесь каких-нибудь предметов. Фиолетовый я практически все уже изнахратил. То есть, за редким исключением, там, типа, вот такое я могу состряпать, там, вот так, к примеру... Ой, я еще один могу предмет... Ну, давай вот этот. Вот. То есть, по факту, ненужные предметы я могу переработать. Почему бы и нет? Потому что все мне они точно нужны не будут. Эй, а, не-не-не-не. Вот. Но у меня есть еще и легендарный, если я не ошибаюсь. И, собственно, хоть я легендарок уже много переработал за кадром, вот они, они, вот они, броньки. Да, вот. Но, как вы понимаете, все равно, вместе с вами это куда приятнее. Много чего интересного можно достать. Да, хочу переработать легендарку. Конечно, так, штандарт хорошо. Кстати, дает плюс 400 сразу же переработка. Уже лучше. Кстати, да, я могу вот этим переработать. Здесь у меня плюс 7. То есть, мне по факту это только одна и нужна, но остается все равно поболее. Переработаем. Кстати, когда перерабатываешь легендарный, всегда спрашивают, а ты уверен, что ты хочешь легендарку-то переработать? Или ты просто лошадь не на то нажал? Ты только говоришь, а, да, хочу, и все. Кстати, да, можно и божественно переработать, но мне пока что это не нужно. Но знайте, если они у вас будут лишние, переработать вы всегда их сможете. Это тоже неплохо. Если я сейчас легендарный стал перерабатывать, то что уж говорить-то о том, что будет потом. К примеру, можно вот так сделать и переработать. Так, ну-ка, погоди. Просто тут бронька, она дает иногда лидерство поболее. Нет, только одна у меня такая бронька. Отлично. Так, переработаем. О, шляпа-мага. Одаренный маг только... То есть один навык к одаренному магу, только для героя Аврил. О, прикольно. Одаренный маг это прикольная штука. Ну, давай сначала изготовим, и потом уже залезем в героя. Одаренный маг, одаренный маг. Так, ну, конечно, мне сейчас магия будет нужнее, поэтому давай котел истинной забабахаем. Заодно, может, что поинтереснее будет. Нет, 12.4 по дефолту. Одаренный маг у Аврилки, это я не знаю, если не ошибаюсь, дает... Да, дает плюс к магии. То есть, соответственно, надевая эту шапушечку, то есть, к примеру, плюс 7, плюс 10, плюс 5, да, эта шапочка будет давать плюс 5. То есть, это дает плюс 7. Это будет давать, то есть, вот, 166. Ой, не так. Надеваем ее. 171. Почему? Да, на 2 меньше, но самоспособность увеличивается довольно-таки нехило. И это клево. То есть, тоже в этом есть смысл. Все остальное в минус идет? Да, я не спорю. Но ей-то зачем все остальное? Лидерство, выносливость. Ну, это дело такое, если, тем более, выносливость практически то же самое. Зато магия, тот самый ее базовый скилл, который ей нужен, увеличен. И это здорово. 171 магия. С ее способностью еще и плюс 20% эффективности от ледяных способностей. Это классно. Но вернемся к Фенриру. Фенри. Конечно же, надеваем ему ту самую безделушечку, которую я для него специально состряпал. Это котел, который даст ему магию. И мы расстравливаем силу и магию. Одинаково делаем. И давай ему какой-нибудь еще предмет на убер дофига магии дадим. Хотя нет, давай на убер дофига атаки найдем. Убер дофига не будет, поэтому максималка это плюс 4 всего лишь на всего. Это все, что у меня есть. Ну, а может, что лучше есть? Ну, конечно. Если, конечно, получше покопаться, то ты всегда найдешь что-то лучшее. Плюс 2 дополнительных лидерства лишним не будет. Кстати, лишним не будет. А почему бы тебе плюс 2 дополнительных лидерства не сделать? Вот. Больше лидерства, богу лидерства. И теперь, благодаря вот этому всему... Кстати, интересно, а в этом случае будет не лучше что-нибудь? Да нет, я просто потом сет лучше бабахнул, лучше сет полностью и все будет огонь. А для чего вот этот я наделал? Да, атака, защита, седала. То есть я могу сделать ему, допустим, дать вот этот меч. У него атака будет еще больше. Но этот дает снижение урона на 20%. Почему бы и нет? Поначалу пригодится. Это, соответственно, первый комплект. Со вторым комплектом я буду возиться потом. Но! Смотрите, что я сейчас могу сделать. Делаем всем комплект 2. О, что-то у Марка Дэнзи там. Шмотки. А, я доспехи. А, я все доспехи перебабахал. Я забыл, что они... А, ха-ха! Балин, с этим перец повозиться потом. Я забыл, что я... Я поторопился с доспехами, да, не спорю. Я забыл, что у них у всех эти доспехи были надеты. Еще у кого? Вот у тебя тоже. Ну, вот здесь как таковое я потерял лишь копеечки. То есть было 6 там, 5 все дела, короче, это вся фигня. Так, еще раз переключаем. Один, будьте аккуратнее. Собственно, вы прекрасно видели, как это бывает. Вот, и теперь Фенриру просто переключим, потому что первый комплект. И заходим в войско. О, 108. 100, мать его, 8. Соответственно, я могу что? Нанять еще одного мечника. Да, лишним не будет. Уже 12. А это клево. Это просто клево. Теперь переключаемся обратно на одну нычку. И все, огонь. Теперь, что касается Фенрира. Конечно же, первый лавел это говно. Плюс способности нифига нету. Его нужно качать. Кстати, у меня тут сундук появился. Так что, ой. Так что, и есть смысл его открыть. Кстати, да, это разовая акция. Как вариант, когда вы смотрите видео, она уже закончилась. Да нет. Когда вы смотрите видео, конечно, закончилась. Потому что тут осталось 9 часов. 9,5 часа. Даже просто уже 9 часов. Поэтому, как таковое, уже дам. Но это была разовая акция при введении героя. Что я хотел сделать? Прокачать Фенрира. Но хотя бы 30 лава. Почему я все эти сундуки не открываю? Потому что следующий конкурс будет у нас... Терчим. Мы к нему сейчас вернемся. Не, красиво, арт. Красиво, мать его, арт. Мне нравится. Ну вот так. Так, 31. Что за фигня? Вот, 32. Все отлично. Вкачали. Да, еще немножечко их осталось. Ну, как бы, конечно, для Клео я больше их храню. Но у Клео будет своих. Кстати, да, я пытался тут пару суток. Открыл, думаю, а вдруг откроется, будет прикольно. Не выпало. Такие вот пироги. Когда-нибудь я получу в Айстелла 9 ранг. Будет здорово. Но когда это будет, еще явно не скоро. Но это все, как бы, фигня. Теперь нужно раскидать скиллы Фенриру. И уже посмотреть, на что он способен непосредственно в битве даже. Вам интересно? Мне лично интересно. Ах ты блин, здоровый волк зависит от уровня и выносливости Фенрира. Мы выносливость тоже. Ему все параметры. Это, короче, как в Орион. Ему, в Ориону все параметры нужны. Также, собственно, Фенриру они тоже нужны. Да уж. Да уж, неплохо. Неплохо. Фенриру жертву 30% своего здоровья, чтобы воскресить погибшего волка. Но если вкачиваешь связь с волками, он жертву на 20% меньше здоровья. То есть от 30 минус 20% это не 30, то есть это будет не 10%. Это от 30% будет на 20% меньше. То есть, по-простому говоря, это будет минус 6%. По крайней мере, я так думаю, что это примерно, да, будет минус 6%. Ну, от 30% 10% это 3%, а 20% это 6%, ну, думаю, логично. Ну, и так же повышает урон. И вот тут я сейчас задумался, а что же лучше? Молот, который бонусный урон дает больше в цифрах, или связь с волками, который даст процентным соотношение урон и плюс меньше расход. Полную луну я не хочу качать, так как, во-первых, он тратит ходы, назовем так, и, во-вторых, он будет, ну, хотя, может, давайте изучим, господи. Заодно посмотрим скилл. А для чего? Инстинкт зверя, кстати, ну, тоже почему бы нет. Для чего я это изучил? Ну, потому что у меня всегда есть специализация номер 2, где я смогу уже протестированную версию сделать так, как надо. Посмотрим, посмотрим, что-то как-то где. Как я буду тестировать Фенриэду? Да все легко и просто. Нападаем на какое-нибудь говно мелкое, и закидываем чисто его. Кстати, да, у нас сейчас идет ивент, ивент по нападению на вот такие корабли, как помните, был ивент, или не помните. Наверное, я не снимал в этот момент. Но, в общем, был ивент такой, типа, надо было убивать големов. О, кстати, вот мы жертву. Давай нападем на него. И я вам покажу особенности. Вызываем Фенриэр. И смотрите, показатель в войске. То есть, кого-нибудь вызываю, он дает показатель войска. С ним же я не могу вызвать войско, потому что Фенриэр не вызывается. Так, защитный режим. И атакующий. Давай защитный режим, потому что ты нужен именно в защитном режиме. Давай посмотрим, как ты вообще работаешь. Да, силы маловато, не спорю. Но давай посмотрим. Вызывает волков. Волки сразу же рванули в бой. Собственно, благодаря тому, что у них есть сильная атака. Ага, он защитный режим. То есть, он дальше не бежит. Но, если я юзаю этот скилл, он бежит вперед. И начинает атаковать вместе с ними. Атакует сам герой, чисто только слабых. Либо слабых героев, либо слабых персонажей. То есть, он оббегает вокруг и, соответственно, атакует именно их. Но здесь, как видите, он остается впереди. Как видите, атакуют они и сразу же хиляются. Потому что, собственно, магия, скилл, все дела. В общем, это все вкачано. И теперь они могут хиляться. Но, несмотря на то, что он слабенький такой весь был из себя. То есть, по показателям. Он спокойно всех раскидал. И никто даже не повредился. Очень, очень необычный герой, честно. Непривычно то, что он не вызывает, то есть, не может вести за собой войска. Но, сам факт того, что он вызывает воинов, своих личных, назовем так, то есть, волков, это, конечно, уже клево. Давай соберем ресурсы. И давай глядем на кого-нибудь поинтереснее. Поинтереснее. Что у нас здесь? Ой, как далеко не бежать до тебя. Прилететь, хотел сказать. Ну, ладно, погнали. Сейчас кого-нибудь найдем. Вот, до лесопилки побежим и кого-нибудь найдем. Кстати, да. Этот ивент же все еще продолжается. Типа, многолетие, все дела. О, погоди. У меня ж тут дофига кого можно завалить. Вот, ивент продолжается, многолетие, все дела. Я не трачу, я ничего не покупаю. У меня сейчас 3000 монет. Я уже так посчитал, я смогу вот этот вице так купить. И не только. Вот. Могу еще немножечко здесь купить. Ну вот, но суть в том, что еще время движется, и все хорошо. Кстати, я же купил этот скин, обложку. Давай его использовать. Вы еще не носили, давно беру. Отлично. Обложка будет у меня тасоваться в инвентаре. Кстати, я получил какое-то письмо. Давайте посмотрим, что за письмо. Чёрные. Иварс Андрючер. Короче, мой английский есть хорошо. Если вы поняли, к чему это вообще, будет здорово. но чё-то по ходу дела это когда я получил то понятное дело а типа прошло 132 дня что ли получается вашего первого похождения то есть 14 в мае я начал играть ваша война и приключения а ну это типа короче 132 дня прошло с момента как я начал играть и поэтому они мне послали письмо то что ты типа так давно играешь ты такой молодец что тогда 132 дня это офигеть как много 14 мая начал играть офигеть это криво это реально криво так ладно что у нас тут дрищи короче здесь тоже какие-то трещину эти эти короче всю фигню охраняется до всякие дрищи они не интересны на уж честно с фенрируем сейчас будет явно легче зачищать всю фигню я имею ввиду этот подземку точнее зеркало а они кстати дальнобойные все а посмотрим как он справится против дальнобойных они все дальнобойные соответственно будет какая-то проблема с ними если вставим так то защита не давай короче так атака защитный а если так то нормас окей давай нормас делать сразу же вызывает banks и все пошли пошли дамажит да то есть вот они дамажит но как видите вот смотрите тихо 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 ну куда вы крутись вот смотрите внимательно то есть вот они дамажит по нему дамажит но они сразу были но сейчас кашу же балда ваш но стоит и по ним подамажить как все нормально фенрил короче есть смысл ставить все-таки назад наверное чтобы он волков всегда вызывал да наверное есть мы составить фенрил назад он конечно не дальнобойный хоть у него есть и лук но но ему можно сет сделать лука но не дальнобойный это немножечко необычно если честно для меня а давай еще один еще одни дальнобойные так фенрилша хотя в защитный режим переводим и собственно погнали сейчас он вызывает сразу же балков смотрите то есть вот он будет ага и пошел в бой все равно нет не пошел в бой то есть вот защитный режим у них идет у фенрила и соответственно вот волков начинают дамажить и сразу же отхиливаются все благодаря тому что у меня и шмотки хорошие дающие магию и дамаг у них вполне приличный и и войска колес кидры еще во против которых я так бою но согласитесь надо бы потестить нам все-таки более мощных как волки все-таки задействоваться кстати да интересно что у нас тут в итоге у тебя сейчас ой 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 что ж такое я не жму то то точнее жму не то вот да то есть каждую удар по 972 здоровья в основе то это конечно огонь это конечно просто огонь интересно сколько здоровья у волков но сам фен финалив 70 тысяч хп да ты гонишь да ты реально гонишь так сет у него скорость атаки интересно это передается на волков скорость атаки или же нет то есть соответственно тогда тебе нет смысла делать цвет на какой-либо скорость атаки снижение урона так далее то есть давай тебе вот это вот сделаем да я сейчас как таковое не складируется ну а так это больше стало было у тебя там выносливость а тебе давала выносливость тогда соответственно можно вот это вот экипировать тебе да таки еще больше стало потом можем вот это тебе допустим кровать и проводнее давать магию магию не скажу смотрю она видит тебя дается 4 не давай все-таки тебе мою так и оставим здесь так и оставим а шматецкий но ты тоже неплохо и атака и выносливость ага а это круче здесь атака выносливость короче и всю сразу 325 и до 5 ну да как бы в этом плане это есть смысл оставить может есть все реально все сразу дает так что все огонь вот собственно атаку немножечко увеличили и соответственно не будет да может уже получше но давай протестим кого-нибудь найдем поинтереснее мощнее короче решил все-таки сходить сюда да вот уже поинтереснее о нету башни тренинг ничего не интересно ну давай посмотрим чем опять-таки же хорош фенрир есть фон проиграет он не теряет войск в этом плане он конечно же хорош и тут не поспоришь ну давай посмотрим как ты против башни к подтянешь давай посмотрим вызывает волков вот она она башни то здесь диплом было это я уже привык короче вот этому так ага защитный режим все пошел атаковать волки волки бегут роту его защищать это клёво это клёво это клёво в таких ситуациях можно будет поражать ему обращение но как видите даже в такой ситуации когда сила совершенно не равна по цифрам по крайней мере фенрир спокойно справляется и как видите хиляется не хиляется проживаем и теперь он хиляется вот вот вы все прекрасно видите насколько хил офигенен напоминаю у него 70 тысяч хп 70 мать его тысяч хп и я ему половину хорошо хорошо третят хилял его за несколько ударов из 70 еще вы можете посчитать это я вас верю это клёво это клёво финрир офигенен честно мне нравится то есть размотать вот так просто ух на делать нефиг это просто огонь заодно подзем прошел классно так ну давай еще какую-нибудь вот темная пещера по басяве вот это прямо жесткий раз древчевые прошли давай жесткий пройдем соло а тут уже гидро интересно 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 как это будет дело все происходить да тут уже будет сложно но мы как бы всегда можно начать сначала это я понимаю но мне интересно как фенрир справиться до гоблина опять будет назад идти все дела но как таковое мне интересно что в итоге будет конечно вставим его в защитку сразу же без вариантов то есть чтобы мы сажались на нашей территории и погнали бой вызывает волков сразу же пошел то есть вот он стал ага волк сразу же напали на более слабых с одной стороны другой стороны более нужно волк еще справится с дальнобойными тут меня атакует а волка одного я потерял по ходу дела прожимаем он должен сейчас начать хилятся отлично волк одного похода дело похилял поэтому я здоровье как стало меньше видите волк здесь появился а ходу дела именно так и получилось а но смотрите что он мать твой творит он просто выносит всех кто мощнее в 10 раз по факту где ну согласитесь у него 1400 на 1200 сила а этих 14000 в 11 раз мощнее войска мать его в 11 раз мощнее он их просто-напросто разнес на изи были зло без визит только время у меня чутка на исходе это конечно проблемка и может сейчас не успеть его не тупи время то на исходе я чувствую по времени успеет на окей время это конечно дело проблемное да ну давай попробуем еще разок только на этот раз я сделаю и пущу тебя атаки вот бей круши и убивай все равно так атак все атакуем а так будешь более или менее в куче и все огонь да вот смотрите снайперы стреляли и поэтому волка не заглушили ну вот 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 видите да хп у волка то есть он вроде бы и хиляется но что-то пошло не так но как видите все равно нормально врубаем волка и все уже настало много легче блин интересный все таки персонаж над фенрил реально очень сильно мне интересен то есть как играбельный персонаж он непростой вот самодостаточный но собственно и есть почитать его судьбу о том кто он что он вы можете прочитал узнать что такая тот еще сверху башенка болен в давайте чуваки вместе вы сможете раздербанить их всех я вас верю надеюсь что вы успеете нет опять время не успеваю так что давай заново уже добьем его кем-нибудь опять таки же это он у меня без нормального шмот но вы сами видели какой там шмот какие у него статы есть в него будут такие шмотки как допустим у руфе но вы представляете на что там будет вот ну давай всех тебя тоже собрана вот мака тебе поставил панду давайте панду короче вот она идея твой оболона давать тоже ну почему бы нет вот давай в атаке просто ну просто чтобы уже было чтобы они уже отстали от меня твой потому что они меня все они меня расстроили они меня пытались убить всегда но вы видите насколько все намного уже легче идет это конечно но то что финн рим справляется со всеми то время не хватило ну а что поделать это такая беда бедовая вот гримс опять таки сейчас уже помрет афенрир столько раз выживал и все было нормас хорошо экипировать и он будет очень даже офиген вот такие вот народ пироги не ожидал не ожидал что будет настолько герой мощный но я рад что я его купил да конечно клео прикольный персонаж прикольный маг но я теперь хочу одеть фенрира хорошо чтоб у него были хорошие шмотки кстати вот допустим взять гримса гримс у тебя шанс критического удара да ты соответственно если я тебе щас дам другие шмотки дам есть смысл все это дело переделать к примеру вот сделать такой же лук как у мака 12 6 соответствие дно но вы сами видите насколько будет лучше потом конечно же сет типа шапка все дела сделать кстати что это есть фуны с это сделал шанс отравить противника при атаке интересно отравление на волков будет распространяться это будет считаться за атаку или же нет дальность таки но дальность атаки тоже не нужно так как он не стреляет хотя может считается дали с атаки то что видимо когда волки отошли он подошел ближе поможет это будет считаться также актинг интересный персонаж с интересными с интересной судьбой атака сilo символическая вот такие вот народила но на этом я уже с вами буду пожалуй прощаться как говорит всем спасибо за просмотр не забывайте подписываться на канал ставить лайк и комментировать конечно делиться мы видим своим друзьям не знаю зачем я это говорю потому что уже давно не выпускаю в нормальном режиме видосы но а то в конкурсе все еще хочу на этом канале выкладывать все на этом все всем удачи всем пока всем счастливого добра всем пока